Сергей Коробов уже полтора года увлекается волейболом. За это время он стал его любимым видом спорта. Мальчик сумел завоевать доверие тренера, стать капитаном и победить вместе с командой в важных соревнованиях. Как ты начал заниматься волейболом? Меня позвал друг. Я когда пришел, сразу понял, что мне этот спорт понравится. Мне больше всего понравился коллектив, больше всего мне понравился тренер, и я сразу подружился со многими ребятами. В самом начале было непросто, рассказывает Сережа. Ведь в волейболе очень большую роль играет рост. Не имея таких природных данных, юный спортсмен нашел способ, как проявить себя на площадке и стал связующим. А что для тебя было самым сложным, когда ты пришел на волейбол? Во-первых, это мой невысокий рост. Я тогда сильно не выделялся между командами, но тренер увидел во мне нормального игрока. Позиция связующая, она не потребует сильно высокого роста. Потому что необязательно высокий рост. Можно хорошо прыгать и легко брать мячи. Для связующего главная голова, которая у меня есть. Сергей пришел ко мне сам. То есть я не агитировал его, как это было с другими членами команды, которые обладают более высоким ростом, чем Сергей. Потому что волейбол все-таки требует сильных, хороших ростовых данных. Но, получается, он пришел и своим упорством, трудом и мышлением он доказал, что он может играть не хуже тех, кто обладает физическими данными природными. И, получается, он один из тех, кто может донести философию волейбола мою, как тренера, на площадку. То есть он рисует игру команды так, как ее вижу я. И это дает свои результаты. Он очень непогода мудрый, хорошо учится в школе. Это очень помогает ему в спортивной жизни. Позиция в игре требует от Сергея ловкости, скорости и внимательности. Тем более он еще и капитан команды. Поэтому от парня очень многое зависит. Я связующий, я отвечаю за то, чтобы отдавать хороший пас, чтобы наши атакующие забивали мяч. Я веду команду победы. Важные победы команды – это золото и бронзе чемпионата Донецкой области. Сергей убежден, чтобы стать победителем, всегда нужно проявлять характер в игре. Тренировки происходили до этого очень упорно. И мы сыгрывали коллектив очень долго. И в финале нам попался самый сильный соперник, который мог быть. Но мы первую партию выиграли, вторую проиграли, а третью мы дожали и выиграли. Спорт влияет на Сережу Коробова очень позитивно. Он улучшает свою физическую форму и не только. Я очень изменился. Я стал более скромным благодаря нашему тренеру. И еще многому научился. И понял, что этот спорт очень хороший. В том, что этот спорт действительно очень классный, Сережа убедил и меня. Он устроил мне небольшой мастер-класс. И меня даже похвалили, отметив, что я могу стать неплохой волейболисткой. Что ж, как видите, ряды волейболистов растут. Но в данный момент у них есть большая проблема. Сейчас в зале, когда потеплело, заниматься невозможно. В прошлом году мы занимались в парке, а сейчас нам негде заниматься. И поэтому мы мечтаем, чтобы нам построили пляжные площадки побольше. Потому что в городе очень много детей, взрослых, которые любят играть в волейбол. Сейчас Сережа вместе с командой готовится к финалу школьной волейбольной лиги Украины. Который пройдет в Ивано-Франковске. Желаем нашим волейболистам только побед и надеемся, что их мечта воплотится в жизнь. И летом у ребят появится возможность тренироваться в комфортных условиях.